В Москве раскрыли некоторые подробности странного поведения армянской делегации на последнем министерском саммите СНГ. Как известно, глава МИД Армении Арарат Мирзаян отказался подписывать два документа из числа принятых по итогам заседания. Первое заявление касается принципов обеспечения безопасности в Евразии. Второе осуждает применение односторонних санкций в международных отношениях. Проблематика крайне актуальна и очевидно требующая консолидированного реагирования государств-участников Содружества. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Ереван активно участвовал в согласовании проекта заявления о сотрудничестве в обеспечении безопасности в Евразии. По ее словам, армянская сторона даже внесла ряд предложений, по тексту многие из которых были приняты во внимание. То есть вплоть до заседания министров в Москве не было и намека на итоговый саботаж в исполнении Мирзаяна. Тем более, что содержание документа не только не предполагало подобной реакции, но и полностью соответствовало публично декларируемым Ереваном подходам. В частности, в заявлении говорится о важности урегулирования конфликтов сугубо дипломатическими методами и недопустимости попыток силового давления. Так в чем же причина Димаша армянской делегации? Мария Захарова порекомендовала адресовать этот вопрос лично министру иностранных дел Армении. Представитель МИД России отказалась оценивать решение Мирзаяна, многозначительно отметив, что предпочитает оставить свое мнение при себе. Последняя ремарка явно означает, что кое-какие соображения на этот счет у госпожи Захаровой все же имеются. И по всей видимости, эти соображения вытекают из анализа общего поведения Армении в контексте ее новых геополитических предпочтений. Иными словами, все дело в конъюнктуре, который является собой ключевой фактор формирования внешней политики Еревана. Есть серьезные основания предполагать, что выкинутый Мирзаяном на заседании в Москве номер был спланированной акцией. Участие Армении в согласовании заявлений о принципах безопасности в Евразии всего лишь было призвано предотвратить фальстарт этой акции. Публичный Димаш умышленно был припасен на министерский саммит СНГ, дабы привлечь к выходке Мирзаяна как можно больше внимания. В том числе со стороны западных кураторов Армении, тщательно отслеживающих все ее телодвижения. Согласно замыслу Еревана, площадка Содружества идеально подходит для демонстрации необратимости взятого Армении курса на Запад и стало быть подчеркнутого отсутствия заинтересованности участвовать в развитии евразийской кооперации. Отказ от подписания другого документа столь же гармонично укладывается в логику внешнеполитического курса Еревана. Мирзаян ясно дал понять, что Армения не разделяет позицию о неприемлемости задействования селективного санкционного давления. Более того, Армения фактически выступила в защиту этой позорной практики, широко применяемой коллективным Западом для продвижения своих нарративов. Впрочем, здесь мотивы Еревана не ограничиваются стремлением лишний раз обозначить беззаветную преданность своим покровителям. Армения получает нехилые барыши, содействуя России в обходе западных санкций и едва ли заинтересована в потере этого источника доходов. Так или иначе, следует зафиксировать очень важный момент. Армения в очередной раз дала веский повод для сомнений в ее надежности в качестве партнера. По большому счету, Ереван достаточно прозрачно намекнул, что готов без особого сожаления покинуть СНГ в случае поступления соответствующей директивы от Запада. В том, насколько безотказно выполняются эти директивы, мы уже имели возможность убедиться на примере истории разрыва Армении и отношений с ОДКБ. Поэтому Димаш Мерзаяна на саммите Содружества требует не просто констатации факта, а куда более глубокого осмысления. В том числе, в контексте армяно-азербайджанской проблематики. Прежде всего, мы вновь убеждаемся в том, что договороспособность Армении остается под очень большим вопросом. Участие Еревана в работе над согласованием мирного договора с Баку вовсе не гарантирует того, что армянская сторона в итоге непременно его подпишет. Вовлеченность в процесс запросто может служить банальной имитацией заинтересованности в достижении конечного результата. Мало того, мы имели возможность наблюдать отношения Еревана к уже подписанным документам и исходящим из них обязательствам. Подпись Пашиняна по сей день стоит под трехсторонним заявлением от 2020 года, однако Армения упорно отказывается выполнять взятые на себя обязательства. Исходя из этого, никоим образом нельзя исключать, что ровно так же Ереван поступит и с мирным договором, если вообще собирается его заключать. Доверять Армении, рассчитывая исключительно на ее благоразумие, по-прежнему крайне рискованное предприятие. Тем более, что сколько-либо убедительных признаков наличия этого самого благоразумия не наблюдается.